Офигеть, наконец-то я смогу всё потратить, чтобы сбросить души. Я вот, кстати, думаю, ты, блин, мне отставь, что я тоже собираюсь лучше сбрасывать. С кого? Ну, с гайнера, когда кто-то покруче будет. Ну, а ты в него уже сколько вложил? Ты смотрел, сколько сбросов вообще стоит? Не смотрел, но я вложил, по-моему, три раза в атаку и один раз в защиту или что-то такое. Ну, я думаю, это в районе 8к голды, наверное. У тебя же ещё эти большие души не тратятся, чтобы кого-то улучшить? О, офигеть, по склонам так круто слайдится на попе или этот бляшки такой баф дают, неизвестно. По склонам очень круто слайдится на попе. Я не очень понимаю, что слайдишь всё. Ты берёшь на пиво, после этого нажимаешь на С, и всё. С автоматом заслайдился, да? Что-то у меня опять не грустится. Что-то значит, что опять надо перервать и... Да, как-то грустно. Но я подожду ещё немного. Но я пока что всё равно просто буду заниматься бесконечным фармингом. Гитий фарминг, как называется. Железки нужны нам, железки. Железок прям много надо. Гвозди, железки. Вот я и говорю, что я иду жёстко-жёстко фармить железо, как раз таки. Да, именно и меня исправ сфармить. Кстати, камня стало не хватать, как будто бы немного. Тяжёлая какая-то. Почему ничего не хватает? Короче, я закрыл. И запускаю ещё раз. Ну, на фармилке. Каменные, железные. Но кожа, ладно. Вот кожа, она, в принципе, за 150 покупается у торговца. И она того стоит. Бесконечный фарминг можно просто за деньги выкупить. Сразу загрузилось, да? Понимаю. Да. А помимо мега-щетов, что там говоришь? Ещё железо требовало. Арбалет улучшенный. Потом, что нам надо, кроме арбалета? Нам надо эти сделать. Гарпуны, мне кажется, имеет смысл сделать. Ну, что, летать тебе не нравится? Мне кажется... Ну, летать так быстро, мне кажется, как гарпуны. Ну, блин. Гарпун будет занимать тебя сфот в оружии? А что в оружии? Не в офисуарах? Может быть, не везет. Там написано должно быть. Сейчас, подожди, подожди. Вот я нажимаю в гарпун. Написано оружие. Всё, вопросов нет. Дело в том, что каждая крафт гарпуна отсрачивает крафт эссенса кубатора. Да он не особо нужен нам пока. Да я хочу прокачанного бронечерри. Опа, жрёт. Жрёт яйцо. Лето и арбалеты. Продвинутые арбалеты улучшены. Так, чё там дальше? Надо дом достроить, наверное, да? Да. Тут у него стрел, мол, надо стрел ещё добить где-то. Но стрелы есть в этом. 60 стрел есть, индючки. Чё тебе говорилось? Так, строительство. А где этот, тот самый, который жарит железо? Он у нас стоит на базе? Сейчас, блин, вот там. Ооо, можно такое. Яйца с деконом из РФОА. Надо, надо. Разведите. Ип. Да, блин, вот я так узнал. Хороший вопрос. Ну, на обычную базу, как всегда. На стандартную базу, да? Да. Ну, там опять бежит один маленький инсинерам и куча тысячи лиспанков. Порж. Как будто бы Ван Вирму хотелось бы взять, конечно. А где она? Ван Вирма. Камфия. Прям подвисла. Крилун, блин. Ничего себе, они настреливают жестко. Почему-то именно в меня. Блин, я еще шарики кинул. Просто так в них. Ой. Мне бы хотелось инсинерама видеть, а они уже все-таки инулись, блядь. Бедная штука. Бедный лиспанков просто насилует этими металлсферами. Ой. О, бронзовый ключ выпал с лиспанка. То есть ситуация... Да бронзовый ключ с меня уже навалом. Семь штук у меня, да. Бронзовых навалов, а сундуков нету. Где бронзовые сундуки, дядя? Ну, я видел их, но не помню, где они были. Вот, да. Это тяжело, как будто бы. Так, оптоволокно скинуть. Или стекловолокно. Или стекло. Неизвестно. Блин, как там называется? Стеклянная вата есть же такая, да? На которую нельзя ложиться, а иначе будет бобу. Вот я уже сходил, зафармил так железо. С окном не бывает? Камерных систем, что с дела? А, вот. Подожди, есть что-то. А как я тут открыл? А, понял. О, прикол. Фармить рассудок можно вкусной едой. То есть, понятно тебе, почему. Ну да, с аграной латой. Именно, но она, кстати, практически ничего не восстанавливается, охреновато. Но идеальный рассудок. Тут просто прикол в чём. Если ты прикладываешь какую-нибудь яичницу с мясом, она и рассудок восстанавливает дохерище питания. То есть, нету смысла играть самому такое. Самому можно играть ягод. А всем остальным, кармить покемонов, чтобы они с ума не сходили. Плюс ко всему, я сейчас, вот, я не понимаю. Мне кажется, я, как это, как посудомойка в нашей семье, выполняю всю грязную работу. Фармлю детали. Вот ты сколько деталей. Я одному строю, Александр. Ладно. 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 Каменный, между прочим. Вау. Чили-то, наверное, тоже ловить надо, да? Надо, надо. Надо, надо. Как будто бы... Ваще мне, конечно, тоже как будто надо бы половить кого-то, а то я по XP отстаю. Ой. А сколько? А у меня такое чувство, как будто оно как-то так, это, по-специальному делается. На 18 левел. Ну вот, и у меня тоже 18 левел, то есть, не особо ты от меня отстаешь. В любом случае так, типа. Один, два, два. Крылья. Ну. Ну-ка посмотрим, сколько Тепан ты делит. Ох, чисто пещера получилась. Так, теперь факел сюда нужен какой-то, я думаю. Рейндж. Тепан вообще практически нехер на них хилит. Брэ. И чё он? А, построить надо. Окей. Я сейчас занимаюсь жёстким фармингом, то есть, я прям дохерища железа нафармаю, дохерища витами. Я не фармливаюсь, строю я в него дом, прям на месте. Ну, то есть, ты каменчик, а сколько ты не работаешь, каменчик? Получается, так. Получается, так. Ты новичок? Нет, я каменчик. Работаю три дня. Каменчик, новичок. Блин, ну, нам нужен каменчик профессионал. Потому что, ну, я так понимаю, я понял, почему нету этих стен с окнами из камня, потому что новичок. А уже есть стены с окнами. А, уже есть, ну, получается, уже профессионал. Вот мы и решили быстро все проблемы. Я потому что, знаешь чё, я предлагаю дохерища железа, чтобы сделать дохерища мегасферы, сделать её как бы основным источником тяфкинга. Вот такая вот. Нужно волокно Александру. Стекло, опта. Так, а где кого-то половить интересного можно отсчет? Здесь, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА блин тифант просто слон говна он такой урон наносит ну то есть я так понимаю самые лучшие покемоны неважно бринг кто он если у него есть трейд и лаки и мистер мускул то все в принципе да 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 как у тебя ой но конечно а меня что меня убило простите но но чтоб меня убило он как будто бы вообще что-то убило ну вот типа чел блинкается на меня да я делаю перекат от его блинка и меня все равно убивает после переката грустно но это прямо телепорта даже не страшно а еще я понял что тяжело ловить челов синими сферками вообще прям тяжело вот именно я сейчас ловлю тифанта четвертого уровня 4 уровень тифанта я потратил на него уже пять сфер и он до сих пор не поймался почему так то есть они небольшой уровень это это басус на тифанта я поймал их уже четыре штуки какого хрена я трачу на него синие сферы тогда в таком количестве чё за бред понятно а в смысле ты не ловишься герски малый я потратил пять зеленых сфер на волчка одного только что вову очень интересную историю но поймал и он умел и бегун кстати а это интересно это читается когда я на верхом сужу что он умел и бегун умел и бегун а спринтер сколько у него что дает про это милый бегун непонятно посмотрите в плане повышаем словарную запаску сощ ты когда-нибудь видел где семенная бомба чё используя плод мастерства брезли малышей ких-то половить что такое бридинг ну разведение покемонов но как лютый тяркинг только на английском правда так господин депресса вам пора в таки болт а я кого-то там вижу снизу и кого-то изглядив образ прикольно то есть у меня есть плоды на семенную бомбу на камнемет на ядовитый плевок какие-то не особо интересные покемоны а вот этих можно половить а я вижу зеленую статую пойду зеленую статую половлю такой перегруз что ли чего перегруз случился что-то съесть прикольно слушай я заменил обычную блять сколько я упал и умер на заменил обычную атаку найтвинга на ядовитый плевок и теперь когда я на нем верхом я всегда плююсь это можно ядом пойду на базу скину жилетки жилеток много жесть лежанок статы рядом с базой нашей первой дофига прям спринтер садист светлое создание халтурщик 38 жилеток поставил на крафт это круто таксин из палладиума еще надо выложить в сундучок где у нас палладиум нет блять я тут тяжелая ситуация но почему этот маморез загрелся хорошо будет здесь палладиум ты можешь спрыгивать с найтвинга падать вниз и в воздухе опять оседлательный стреляешь без базуки запрыгиваешь обратно александрон с полторы тысячи дерева но я считаю это прекрасно можно нахер выгонять эктергир и он больше не нужен в принципе правда единственное блин я не могу понять как мне найти человек которые именно покемонами торгуют вот где они находятся все эти чем я тебе могу сказать где они находятся вот смотри обитель мастера меча видишь на карте телепортов обитель мастера меча я вижу я вижу мост двух рыцарей обитель птицы вот в ущелье а вот так вижу вот и справа от нее такое пустое место где там нет телепортов вот там есть торговец болтая зона где у меня стоит там метка я тогда летал там база браконьеров а где ну а дальше торговец после нее после базы да да в этой игре их тоже можно размножать кусочек причем тут совершенно дебильная система не такая как покемонах обычных в обычных покемонах и если берешь двух покемонов которые могут друг другом размножаться получается такой же какая мать была а здесь ты берешь двух покемонов получается еще рандомный какой то то есть может быть не такой как они оба родителя это очень странно какой у тебя у тебя все покемоны одного уровня то есть там типа девятнадцатого и всякую но они все по его уровня всегда но просто я к тому что у меня есть один тифант он еще не моего уровня потому что докачался ну понятно он качает ну вот я у него уже двести сорок две атаки теплым блин на двенадцатом уровне нормально так я уровень получил кстати девятнадцатый бои я вот я буквально только что его получил александр подбища свиданий могу построить уф большой ящик для инструментов он повышает скорость работы палов большой ящик инструментов а ты можешь сделать седло 2 90 сумма кстати да да вот я я я его хочу сделать надо надо и и только коже на для него это так мило я просто не могу были такая хорошая игра вот реально ты сидишь ты трахаешь тебя тоже траха чем нужен смен непонятно строить я подальгаристик обучись какие у нас мне кажется нужно сформировать четкий план на данную геймплейную сессию нам нужно построить свидание на 2 базе мы построим допустим а кейк у тебя есть нет а где мед достать надо найти мед александр вот это вот план вот я тоже да ну вот это вот туда мед надо я пока курицу огни тут под базой надпи кейси мая 1 убил случайно но я немножко кожи подфармил конечно так где может быть мед может 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 бабочек пойти половить да кстати возможно возможно не носители меда чаю выложу своего мертвого бобра положу кого-нибудь живого себе вместо него кого бы взять только так кстати где у меня бегун гуру диет умелый бегун давай вот этого и так а по поводу 2 базы то есть я так понимаю 2 базе будет производиться вот эти тяпкинки медбрия а сборно ну и я конечно но я не знаю насколько это будет читер на не читер на интересно или нет я могу узнать и в интернете посмотреть где можно фармить или вас очень много яиц то есть мало того что мои два и там еще до хера а на второй базе лежит александр что ты понимал мистер мускул это не топ наук который можно иметь то есть может быть счастливый и потом еще больше атаки зачем я собираю маленьких покемонов они как спутают ну и к тому же можно перки интересные найти близко всему их можно еще от эссенции потом дай еще мы собираемся построить такую штуку которую ты кладешь 10 покемонов одинаковых и он тебе дает более крутого такого же и будет возвышенный покемоны у нас есть четыре детали я могу сделать и четыре детали интересного арбалет улучшены могу да александр гвозди это делает гвозди так я фармлю железо на эти нужны гвозди то я там железо закинул много сделай гвозди и ткань нужно ткани тоже мало ткань нужна да 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 а я тебе не выложу 51 ткань неплохо звучит ну вот я поскольку а сколько тебе нужно гвоздей я я понимаешь гвозь него нужно делать я 20 гвоздей ну блин а железо я понимаешь мегасферу хочется ты хочешь мегасфер крафтится вон старается огневой бобер ставить 11 мегасфер ну давай да и сейчас я я просто понимаешь очень хочется на больно замужный кусочек а правда а куда у вас есть я каких по фармал кстати я я сейчас приведу в деревню и там типа а в деревне есть торговец да 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 ты нет я без денег уехал папа мне не нужны твои деньги папа я возьму 4 мегасферы забрал остальное тебя ставлю ох ты боже мой это мило сейчас я значит возьму я думаю кофе сразу типа закупить вообще прям нормально чтобы потом они не думают пойду в бабочек попробую половить давай это знаешь у меня какие-то пролаги сегодня довольно таки необычный ой торговый спалами здесь есть и оперный театр тут все торговцы а не надо почти не это больно ну и кстати я еще смотрел у них тоже есть а и видите ты знаешь как у кинг-паку я могу продать нужно мне кажется это бритву пока досок не нужно да блин будет издевательство какое-то не покемон ты про кого да меня робин квилл убил как только это пришелся в эту локацию он просто раскидывает семена под тебя и ты вроде отбегаешь тебя все равно убивает ваншотом да 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 их просто не видно есть я согласен с тем что бесит эта херня типа ты кидаешь чела в покебол он вырывается и моментально инстант сразу скилл в тебя летит это тоже да но я не кидал в него покебол я просто бегал там просто ну как мы в моем понимании вот покемонов ты кидаешь кого-то покебол и он же как ну как это конфьюжен так сказать на него накладывается он дейст какое-то время он пытается но он из него выходит он думает а то где я блять а тут такого не бывает они такие сразу я сейчас вырусь набить ебучку да блин не попадаю давай подеремся штучка я взял 67 кожи так из процентов поймать в обычный покебол зеленый щас будем пробовать если не получится зеленый 33 так вроде поймалась эта штука плоти любят богатые разительные места говорят последнее время с них баллы распространилась аллергия машина продает как это называется мед вот был бы круто если бы у них было в лимонахе написано кто че дропает там кто че нападал меня у нее амилка стопудово написано если она мед дает чащу бабочку поймаю на всякий хрена себе бабочка жесткая да меня-то за что ну еще одна пришла блин опять меня да не надо меня поймалась поймалась отлично дыхая чешуйки его крыльев может стать большее блаженство все попытки усилить контроль встречаются против организации по защите впала а это короче наркоту производит бабочка понимаю опа яйцо ох яйцо нашел александр здесь нужны к на кстати но она обычная так щас тапаюсь на базу смотрю кто они такие дают ли они мед вот тут адепты кстати может адепта побить блин котива правки ща котивы на другой базе вот это тяжело да не стреляйте в меня гад да нет не надо пожалуйста страшно же да я заметил что этими покемонами можно удобно джиглить прямо во время боя ну типа ну да можно она кидает атаку на вражеский покемон ты быстренько забираешь его атака промахивается быстренько выкидываешь но это если атака медленная какая-то ну там так я перебил браконьерчиков тут монетка подфармил с них кстати какое-то интересное место это чё за руины тут такие есть куда пройти нет просто руины непонятно может взлететь посмотреть на них сверху вижу статую пола конечно там грифон долбаный который меня заумит блин знаешь название слона какого нибудь мне нужно вот есть слон который на своих ушах летает забыл как называть ну что нашел заледеневшее но тоже маленькое чё тут наверху ничем нет что-то а босс а чё за босс 28 уровень питали я понимаю ну ладно я думаю статую можно забрать на самом деле человек не знаю сб clicks допустым поставлю палазу александр Вот там, где бабочки водятся. Ты где-то стоишь или нет? Нет, я уже улетаю обратно к телепорту. Тут под телепортом её видно, так что не пропустишь. Виталия, двадцать муру. Блин. Да-да. Короче, я скраптил седло на динозаврика. У меня на нём трейд спринтер. Плюс пятьдесят к мус-пиду. Вот это, это просто жёсткий тявкинг. Ну, типа не форт-спид начинается мус-лон. То есть это работает трейд. Ну-ка, сейчас я проверю на волочке. Я что-то волочка поймал спринтеров? Ну, вроде как он. Незаметно, чтобы он сильно быстрее бегал. Ну-ка. Фики-то знает. Либо это плацебо, я не знаю. Ааа, короче. Мне кажется, он и без спринтера просто так же бы быстро бегал. Значит, флоппи. Берём флоппи, берём синомоса. Смотрим, чё они могут. Флоппи. Заяц-помощник. Появляется под рукой, появляется рядом с игроком. А, ну он и лутает предметы автоматом. Короче, ошейник для флоппи и можно лутать предметы этим флоппи. Неплохо. Синомос. После активации направляется к врагу и атакует его навыкам ядовитый туман. Мёда не наблюдается. Брусничка. А ты уже можешь что-то арбалеты лучше мне крафтить даже? Да. Только могу, но я хочу. Да. А где, в каком он месте? Я вижу Огненный арбалеты. У меня рецепт на него, Александр. Ааа. А ну а из чего он тогда состоит? Какие нужны? Ааа. Щас скажу. Надо на базу тэпнуться ещё посмотреть. Знаешь, мне что-то подсказывает, что нету смысла его крафтить. Ну типа, остался один уровень. Один уровень до оружейной мастерской. А порох ты где возьмёшь, Александр? Ну а в смысле порох, когда есть 24 патрона для пистолета. Примитивный. Офигеть теперь. Мне кажется, стрелы дешевле. Сейчас скажу, что нужно для арбалета лучше, но... А тут гвозди крафтятся, не скажу. Можно ещё один верстак, наверное, сделать или чё? Не, он же дорогой, да? Да, он гвозди стоит. Не скажу, короче. Блин, а стрелы тут всё твоими яйцами заняты. Ну да, там очень много яиц вообще. Такой довольный пинкинг. А чё он такой довольный? Непонятно. Я его на руках носил недавно. Хе-хе-хе. Поэтому он довольный? Ну, походу, да. Жесть. Он поливает из рук. Пинфинг. Ё-моё. Я скормил фрукт дракончику и выучил ту самую семянную бомбу, от которой горит. Она наносит 2-300 урона. Ну, правда, по мелким покемонам, наверное, тут ещё. А почему у меня обобрус твой хранится в ящике? Есть информация? Мой бегающий? Да-да-да, обобрус. Ну ладно, если чё, можешь его себе забрать. Мне не нужен у меня спринтер, как бы. Точнее, умелый бегун. Ну, покемоны, пчёлы, может, где-то и есть. Но я пока не находил. В чём дело, как бы. Если б я их находил, я бы не думал, где мёд достать. Куда ещё можно тэпнуться? Ну, как будто бы справа водяные всякие покемоны, да? Как будто бы надо искать реально каких-то пчёл или что-то такое. 5, что ли? Да не надо, нет. Не хочу. Да, пожалуйста. Это open urban quill. О, вижу яйцо, кстати. Вижу пещеру, Александр. О, хорошо. Пещера 29 уровня, сюда не пойдём. А, ну это да. Это ещё далековато. Эм, я в текстур изолец. Простите, не хочу. Маленькая душа пала. Рой бедрил, всё правильно. Да должен быть где-то рой бедрил. Смотрите, это же рой бедрил. Сын, коротко. Снаряжение повреждено. Голоден. Снимаю. Статуя пала ещё сбоку от телепорта вот этого верхнего. Ничего себе вот мужик с мечом. Сны. Запаси. Нет, Волчок застрял в яме. Какие же десинки лютые, Александр. Что ты там делаешь? И производил тяпкин. Каким-то гринтейвлом. Так, а это что у нас тут такое? А это птица долбанная. Здравствуйте. Да нет, не надо так делать. Хе-хе-хе, тяжело. В общем, я спас покемон от браконьеров, пускай развлекается тут сами дальше. Да. Все верно, надо-надо. Не вижу ничего. Так, слышу шайни где-то. Где шайни у нас? Ага, вот он. Ого! Кто? Шайни. Ну, кто? Кто шайни? Шайни! Вот этот урод, который семенную бомбу юзает. Робин Квилл 37 уровня, правда, боюсь, он сейчас меня поимеет. Но хочется шайни. Я пытаюсь. Не, я ему один урона наношу, нет смысла даже пытаться. Неплохо. Браконьеры еще набежали сразу. Мне не очень понятно, почему браконьеры называются организацией по защите палов. Это типа, чтобы никто не догадался? Ничего себе. Это что за место такое? Кого ты там нашел? Где ты там нашел? Не знаю, тут какое-то интересное место. Это что такое? Это какое-то дерево? Плод мастерства пламя, огненный шторм. Плод мастерства дракона, драконий взрыв. Плод мастерства трава, семенной пулемет. Тут какое-то дерево, которое плоды мастерства выращивает. Да, да, вот я из него. Как будто бы здесь базу делать интересно. Тут еще железо очень много. Я вижу. И статуя Пала, кстати. Поставь меточку на меня тут статуя Пала. Да, поставил. И тут прям очень много железа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь куков. О, яйцо большое, кстати. Это хорошо. Большое ледяное яйцо. Прикинь. Большое ледяное. Большое ледяное. Большое ледяное. Ну, пчел я так и не нашел при этом. Куда-то надо двигаться дальше, наверное, искать пчел. Я боюсь, если я сейчас на ту сторону прыгну, там будет... Слишком сильное что-то. Я, наверное, направо прыгну. Статуи опять дофига всяких... Ну, вот я иду в ту сторону, куда ты идешь, я так понимаю, посмотрим, что тут есть. Блин, темнеет. Да. Еще статую Пала подобрал. Блин, Робин Квилл двадцать третьего. Так, большое, огненное яйцо тут похоже. Да. У меня два больших яйца, Александр. Как будто реально нужен еще один инкубатор. Слушай, инкубаторы, наверное, на новой базе ставить новые. Думаю, да. О, тут браконьеры мамореста фармят. Миллион их, парни. Миллион их. Думаю, браконьеры отлетают. Фодро. Кстати, они неплохо его накоцали. Жесть, он мутант, конечно. Кстати, браконьеры довольно низкого уровня. Что интересно. Серебряный ключ у меня? Да, серебряный ключ. Спасибо. Да. Пустоту упало опять. Хе-хе-хе-хе. Не мамореста, это, конечно, дичь. Угу. Вау, я, кажется, нашел там место, где ты собрал эти плоды с дерева. Тут еще кути железа. Ну иди сюда, птица. Ну куда ты? Жмой. Это птица. Я жму сесть на нее, она куда-то улетает в помойку. Не хочет, чтобы ты садился. Тоже интересное место для базы, кстати, вижу. Тут телепорт рядом. А к тени не очень рядом. Оказалось, он ближе. Ммм. Статую Пала забрал. Что-то все потемнело. Прям неплохо так, наверное. Блин, а куда? А, вон телепорт. Я думал, как его пропустить умудрился. Яйцо, кстати, еще одно. По итогу так и не понятно, в какой стороне мед. И пчелы делают мед. Не понятно. Че патрон для пистолета нафармился? Че патрон для пистолета нафармился? А че еще жар яйцо? А это что за чудовище? Где? Гринтейл. А он не дает мед? Нет, я его уже пил. Его нема меда. Жесть, он какой-то мутант. Я хочу его поймать. Он такой, вроде, как нормал тайт обычный. Ну да. А, да. Да иди сюда-сюда. Что ты делаешь просто? Гринтейл страшный. Да, у него в описании написано, что когда к нему в логово заходят, первое что видит, два светящихся огонька. Да, 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 да. И это правда, потому что... Он просто застрял в горе, я его просто расстреливаю в хлебальник. Дивело. Лукавый, здорово, помню тебя вроде бы. Борода, ну борода это мне очень практично на самом деле. За ней нужно много ухаживать. Я себе купил электробритву и теперь фигачу бритвой. Довольный. Но, я согласен, борода, и как бы я бы сказал да лично. Хе-хе-хе-хе. Он упал, он выстрел из горы, по-моему, не? Не, он все еще застрял. Выстрел из горы, я почему-то подумал про другое. Выстрел, да. Да, то, что произошло, блютый выстрел. Ну, ты просто можешь посмотреть на стриме что-то происходит, Александр. Тут прям невероятный контент. Полное погружение. Уранжный гриндейлд, да. О-о-о-о. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, выглядит неплохо. Я вижу кучу вот этих птиц, которые как хелл-фаер, инвэт и фензефиры, блин, хочется, конечно. Тяжело. 11% шанс поимки. Понимаю. Тут ситуация... Поймался. Кого они держат? Хе-хе-хе. Два конька глаз. Поймал большого котика, получается. Я получил... Я освободил из плена брончери акву. А, нет, Denosum Lux он называется. Короче, версия Denosum. Denosum Lux? Типа ледяной или какой? Да. Но он какой-то желтого цвета, я не знаю. А, электрический. Да, наверное, электрический. Да блин, волокно опять нужно. Да блин, волокно опять нужно. Уй. Сторожение повреждено. Слушай, ну надо им в нашей второй базе, камень прям сочно фармится. Вроде... Яйца в инкубаторе я не засуну, потому что там заняты кусочек. Там сейчас и так стоят уже два яйца. А еще у нас тут на вот второй базе как раз. Сейчас тебе покажу. Я этот камень дофармлю. Смотри. Вот тут сколько яиц и все большие яички. Нет, тут маленькие. Но больших два. И у меня сколько? Раз большое, два большое. Ну даже два больших. Короче, больших дофига большие. Больше часа вылупляются все. Я, Александр, думаю сделать на этой базе инкубатор. Чтоб там тепло прямо было внутри. Построить обогреватель. Угу. Ну будет предельнее в форме. Да, 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 да. Только нужно понять как делать этот древесный уголь. Да, именно больше часа геймплея. Сейчас я тебе покажу. Мне все равно нужно за волокном сходить. Хочу здесь только кровати построить. Вот они, видишь, тут улупляются. Им еще и очень холодно здесь. То есть, когда им холодно, уменьшается скорость улупления. Вот. Что-то я еще хотел. Волокно забрать хотел. Что-то тут много, кстати. Починить опять шапку. Шапка ломается прям жесть. Да, возможно даже есть смысл скрафтить шапку первого уровня, которая недавно выпала. Так, у меня и так шапка первого уровня. А, ты имеешь улучшенную наоборот? Да, особую шапку, типа. Особую шапку. Особую шапку. Ледяному яйцу я не уверен на самом деле. Но, как будто бы у нас было водное. И водному требовалось меньше тепла, чем обычному. Это бы такую, да. Как же он фигачит. Закину челам курятину тут блюда. Чтобы кормились курятиной. А, у меня мед, кстати, есть. А откуда он появился, простите? Мед добываемый из фала Биггард. Что такое Биггард? А, в энциклопедии можешь посмотреть? Надо бы, ща, подожди, а где вкусная еда? Вот это можно, кстати, положить. А, вот она. Мудрый бинг пил, бинг пил, бинг пил, юни вольт, перегон. Как вам взял? Клоспедия Биггард нужен. Да, диносум люкс, это, короче, действительно. Как будто битер. Брайан. Плазмомёт, шоковая волна. Где Биггард? А чё за значок электричество? Это чё значит? Ну, это электричество. Не-не, но я имею ввиду крафтинги. Ну, типа он может энергией питать что-то. Бигуард? Ну, получается, Бигуард, да. Только я не видел такого пала. Откуда у меня мед? Да какой этот ваш Бигуард? Нет у меня такого в энциклопедии. То есть я его не ловил. Может быть, бабочек можно убивать и из них мёд падает? Я же убивал бабочек. Давай попробуем, Александр. Давай. Что, попробуем? Бабочек поубивать? Да нет, не тебя, не тебя, бабочек. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, не надо. Куда-то. Куда-то уже. На меня напало четыре покемона сразу. Чё, знаешь, чизмолая ситуация. Они все агрятся и они все хайлевелные такие. Да. Я, по-моему, пострял бигуарем. Я, по-моему, пострял бигуарем. Я, по-моему, пострял бигуарем. О, я тебе скажу больно. На тебя не четыре по кем он не напал. Тут ты всех сагрил вообще вокруг, блядь. Куда он побежал? Он всем тупой. Понимаю. Ну ты же сам говорил, из бабочек куда этот, типа, наркотик выкликнулится. Ну да, но это именно... Да ё-моё. Ясно всё. Я... Нет. Почему я сразу умер? Потому что ты тоже умер. Понимаю. Всё верно. Короче, есть определённая проблема, что они просто ваншотят. На пофиг вообще. Угу. Причём, я ещё не знаю. Нужно заметить, что по какой-то причине они таргетят именно меня. Не, ну тут же... Типа можно... Ты видишь это? Посмотри на мою руку. Чё, ты с рукой? Нормально с ней? Шарик лежит. Ничего. Почему? У тебя в руке есть шарик? Нет. Ну ты, наверное, кидал его перед смертью и игра запомнила. Блин, тут ещё долбанные адепты. Погнали, волчок. Ты случайно не мои вещи взял? А... Амулет защиты, походу, твои, после не было амулету защиты. Вот-вот. У меня есть защитник, кстати. А как? Защитник. А как? Умереть? Выбросить? Всё, друг. Чё теперь делать? Тяжело. Ну, хотя, может, лучше, наверное, умереть. Да, давай ты... Ты умирай? Да, прям рядом с этим. Чтоб сразу всё дропнулось в один стэш. Вон, я пойду, нападу на пацанов. С дубинкой. Ну, лучше бы поближе, наверное. Хотя ладно, без радости, на самом деле. Чё-то я как-то сильно напал, по-моему. Давай, иди сюда, гад. Слушай, как будто убита имба. А? Не знаю. Она очень мало урона уносит, если... Ну, она станет зато. Электемёд выпадает из бабочек, короче. Бабочек надо убивать тоннами. Хорошо, хорошо. Нужно умереть. Я пытаюсь... Вот, и бегу на пристал нападать. Иди сюда. Вот и всё. Нифига. Неплохо она так постреляла. Я так понимаю, вот это вот... Ты взял плот с пулемётом. Вот этот пулемёт нужно бы. Очень бы надо. Нужно бы. Да не, ну я не уверен, что это прям хорошая атака. Тут не очень понятно вообще, какие атаки хорошие, потому что... Бывает, что вроде атака прикольная, а на деле оказывается, что... Кстати, вот у тебя получается теперь. Да. Всё верно. На деле он, типа, появляется, покемон. Ты... Чтобы атаку убивать, он начинает убегать, короче. Это очень плохо. Он должен атаковать сразу. Но Бресла от тебя убегала, когда поймёт визу. Ну, это Бресла. Она ж не моя покемона. Опять воробьи долбаные. А чё за амулет защиты-то где-то и уезжал? Ну да, вообще. Где-то выпал и всё. Из сумочков, типа? Похоже, да. Так, тут, кстати, было статуи Пала много ещё. Всяких, которые я не собрал. Надо бы пособирать. Бабочек фармишь или всё? Да, какие бабочки? На меня две Бресла напали и изнасиловали. На два ствола, бля. На этом, в принципе, весь фарм бабочек и закончился. Тяжело. Да. Имеет листья быть некому. Опять лагерь браконьеров присутствует. О, это кто такой? Я его хочу из себя. Ничего себе он мордатый чел. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, ну-ка. Думат. Когда этот пал слишком расслабляется, его реплексы притупляются. Даже тут восемь колотых ран не способны убить его мгновенно. Давайте так на следующее утро, когда умрёт. Понимаю. Прикольный чел. Так, статую упала, подобрал. Где-то ещё вроде была. Вот, вижу одну. Но это как будто далеко. Кстати, прикольно, что я в лагерь браконьеров обворовал, а браконьера тут ни одного нет. А я просто пришёл, забрал путемона и ушёл. Яйцо, кстати, вижу. О-о-о. Тяжёлая ситуация с этими брисслами. Блин, а где бабочек найти? Вот в чём вопрос. Да бабочек тут дофига везде. Тут проблема фармить бабочек, когда рядом нет кого-то другого, а не просто фармить бабочек. Ээээ, воздушный небесный дракон на меня напал. Звучит... Тридцатого уровня. Добродушный, извините, небесный дракон. Я, пожалуй, скроюсь от него, потому что он перебил браконьеров только что. Он, походу, агрессивный и сразу нападает, раз я подошёл и сразу хп его появились. Так, ну чё, бабочку взять надо. Кстати, по идее птица должна быть супер эффектив против бабочки. Пострелы заканчиваются. Пострелы заканчиваются. Пострелы заканчиваются. Я ловлю. Мне не надо ловить в целом. Можно убивать просто. Ну ладно, я поймал. Да, мед с них падает, подпередено. Лично. Нужно... Ну и этих бабочек ловить можно, по-разному. Слушай, а если их ловить и разделывать ножом с них будет дополнительный мед падать? Ммм, это хорошее, единственное. Надо попробовать. Ну потому что по одному меду с 200 лвла бабочки, это как-то грустно. В общем, да. Так, а чё, куда я... Я хотел статую забрать, да? Наверное, мне дракон помешал забрать статую. Да, один мед попадает. О, Синамос Мистер Мускул. Это круто. Ну, Мистер Мускул сам по себе, это не то, что прям топ. Ну, лучше, чем 0 в первых кафедрах. Ну, да, это правда. Хочу улучшенный глайдер, Александр. Улучшенный глайдер? Да. Так он просто типа скорость позволяет побольше развиваться. Да. Ну, я просто сейчас не долетел с одной игры на другую и расстроился. Понимаемо. Может птицу эту долбаную поймать? У тебя сколько меда? Три, по-моему, или четыре. Ну, короче, на одно яйцо уже хватит нам еще. Можно пинкингой сделать дополнительного. И поставить его на вторую базу, например. Да-да-да. Было бы неплохо. Нам инкубаторы нужны, мне кажется, надо еще инкубаторов. Да. Да. Ну, а это опять же детали древней цивилизации. Ну, у нас есть сколько-то. Да не стреляй ты в меня. Да. Нужно понять, что ты детали хочешь тратить на что? На улучшенный арбалет или на инкубаторы? Да. Так, поймал Ирмурга. Легко может здесь, сходив даже человека. Если вывиться из сил, без всякого, к сожалению, отпускает хватку. Падение с смертельным исходом происходит постоянно. Ир, бой. Да нет. Иди сюда. Я поймаю. Блядь. Опять упал. Я не понимаю, по какой причине сраные Ирмурги таргетят именно персонажа? Ну, они таргетят кого-то, но кто-то оказывается персонажем и все. На-а-а-а. Ну, я поймал двоих, если что, Ирмургов. Их кожа падает, так что их тоже можно подфармливать. Но их, конечно, не очень удобно, они летучие. Очень грустно, что ты приходишь в хайлевл зону, то есть вот эти вот Ирмурги, они что, 20 уровня сейчас? Сейчас мы 19-го. Один уровень выше. Он буквально один удар делает, все снаряжение сразу же вылетает. Да-да-да. Да-да-да. Да-да. Что ты говоришь, должен танчить покемон. Так я в Ирмургов покемона и кидаю, собственно, но они таргетят меня. Ну, смотри еще, как я дерусь с бабочками. Ты перед отцеливающих сверху честнейший бомбардер. Все правильно. Вот что делает броничери? Вот куда он убегает? Ну что за дебил? Смотри, какой у него навык, что он для вык. Ну вот, 90-м пошел наваливать. Ааа, боже мой, долбаные бабочки попрятались. Давай тебя вызовем. Стрелы заканчиваются еще. Точно брути какая-то. Не, найтинг, кстати, нормально дерется, как будто бы. Ааа, бабочки решили задиспауниться прямо подо мной, понимаю. Ааа, не, они просто отлетели. Я думал они задиспаунились. Нормально найтинг наваливает прямо жестко. От чего он убегает, я не понимаю. Бабочка новичок какая-то. Ты новичок? Мед. Все, я теперь твою тактику использую уже. С хайграундов они стреляют. На, бабочки поумнили, они обходят хайграунд и летят прямо мне. Ну, если там есть обход, да. У меня там обхода не было. Какие умные бабочки. Да не стреляйте в меня, ну, чувак. Не, вот слушай, найтинг мне нравится тем, что он встанет прямо жестко. Стрелы выпадают. Да, вот у него, я и говорю, атака на стане еще, он типа вверх прилетает только вверх. Ну, Диносом тоже станет. Возможно поэтому они считаются хорошими бойцами. Вспомним. 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 Но это не потому, что я так хочу, а потому, что только они рядом есть. Найтвинг мне нравится. Нужно, короче, поймать Найтвинга с каким-то крутым перком, чтобы по нём летать. У меня перк на Найтвинга плюс 25 в защите игрока. Ну, это хорошо. Хорош перк. Но мне всё равно плохо. Очень плохо. Как же он новнет просто этот Найтвинг? Просто беспощадное животное. Последняя стрела, кстати. Сейчас закончились стрелы. Да не в меня, но... Я понял, я понял. Меня убили, пока я покемона менял. Я могу, в принципе, прибежать где-то где-то. Или ты. Ну, слушай, я могу сказать, что вот много покемонов это хорошо, но пока ты их меняешь, начинают атаковать тебя. Да. Да, мам. Но я обычно выбрасываю перед собой и прячусь за его тушкой, поэтому любая атака всё равно покемон увидит. Нужны какие-то покемоны, которые прям сходу начинают наваливать. А ещё я вот что заметил, но я для эксперимента убрал своим покемонам по третьей атаке, чтобы, ну типа, вдруг новые появятся. Блин, ну серьёзно. Ага. Между телепортом и моим трупом появился, конечно же, Робин Квилл. Которого тут не было. Тяжело. И браконьеры ещё. Браконьеры — это то, что нужно вообще, я считаю. Не надо, не надо. Так, ну слушай, на один пирог точно хватит, у меня вот пять мёда есть, в принципе, я думаю, можно пойти реально... А, эту бригильню-то сделал? Нет. А там, ну, я могу, наверное, сделать. А вы издеваетесь? Нет! Там просто ваншот, блин. Ну нужно снаряжение починить. Да снаряжение сразу ломается, толку с него. Не будет ваншота. Ну, я тут-то теперь умер прямо на телепорте, и теперь мне никто не помешает воскреснуть нормальным. Симулятор смертей чисто. Дарк Соус, получается, лучше ездить и всё как надо. Нужен мод, который вместо поражения будет писать юдаец. Да, да. О, я смотрю, ты бабочку фармишь, да? Ну, пока что... Ничего себе тут бабочек, слушай, я хочу на них напасть. Надеюсь, они меня не убьют. Ну, чё она в меня целится? Не, ладно, нормально всё. Нет! Пусть мёд. Да нет, ну я же кувыркнулся, блин. Ну ты чё? Да пощади их. Всё равно попадает, мне просто пофигу. Ух, как я задоджил ваншот. Ну, очень тяжко их ловить. Да, да, да. Ну я не ловлю, я тех убиваю, если чёрт. Давай, Найтвинг. Наваляй бабочкам. Ловить их, это вообще не вариант, мне кажется. Ну я вот сколько-то... Да вы издеваетесь. Да вы издеваетесь. Вот просто они стоят бьют Найтвинга, я делаю рисумон на другого покемона, и пока просто летит покебол, меня уже убивают. Стоит, смотрит довольная Макака. Я бы мог тебя поднять, в принципе. А тут недалеко, Александр, пять секунд ждёшь и всё. Ну ладно. Ты лучше подними мёд, который из бабочки выпал, который я убил после смерти. Да, нерк. Он сидел. Так он сидел и смотрел на мой труп довольный. Да. Именно так и было. Ой-ё-ёй, Бобарс. Бобарс. Огни чих, я смотрю, присутствует. Да. Сейчас смотри, как чихнёт. Опа! Не видел? Он, кстати, нормально наваливает бабочками, я смотрю. Он дробовиком чихнул, да. Я его назвал вот не чих, потому что он как дробовик. Типа... И сразу... Слушай, наверное, а огненный супер эффект против них, да? Или нет? Да. Да, да, да. Они же типа травимые, я понимаю. Так, а чё нам нужно для плодильнича? Я, короче, сейчас буду потихонечку вызывать по одному, по одной бабочке и рубить её. Где ты там стоишь, ты на второй базе? Я на второй, да. Я буду делать вот прямо по тебе. Давай. Посмотрим. Так... Посмотрим. Я думаю, тоже надо одну. Бабочка один под пла. А, она есть вообще? О, кстати. Улучшение почвы. Смотришь на это, да? Да. Только не так её рубить надо, Александр. А как? Погладить надо внужать. Чё на четвёрку. Покормить. Разделать. О. Ты видишь? Да, цензура. Мёд. Да, действительно, есть мёд. Один мёд выпал? Да, только один. Понимаю. А, ну я на лоб, да. Ну, мистера мускул я оставлю, пожалуй, для брединга. Вот круто было бы, если бы... Эх, как. Как вкусно. Да, бабочки довольно бесполезные. Детская игра, кстати. Ох, какая красота. Так, мне волокно нужно. Я много стайл крафтится, пойду на базу, на вторую схожу. На первую, в смысле. 19 косарей, блин. Неплохо там валяется. На базе. Так, а чё нужно для тортика? Молоко. Молоко на второй базе есть. Окей, надо будет взять там... Так. Волокно мне нужно. Оно в крафте, по идее. Забрать. 56. Вроде хватает. Стрел, да, тоже нужно. Ну, ещё я построю плодильню. Плодильня у нас будет, наверное, справа, да? Или нет? Да, думаю, можно. Прям под окном, чтобы можно было из окон смотреть, как они бредятся. Вот так. Так, тут надо молоко забрать. Нападение. Релаксаурусы. О, это вторая база, ну, конечно. На второй базе это? Что-то я не вижу. Так, скажите. Или... Нет, 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 нет. На первую всё-таки. Окей, я 130 мало конецу на первую базу. Угу. Ну, там не то, чтобы прям стая, там просто два релаксауруса бежит. Ну, они довольно жёсткие, так-то. Это да. Что есть, то есть. А чё ты отстал такую? Не атакую. Как же меня бесит, что он тупит, а не атакует. Ага, понял. Как обычно. Я кидаю покебол, а покемон уже исчезает, пока он летит. Хе-хе-хе-хе. Блин, он умер. А, он не умер. Это как? Видел, да? Гайнер его убил, но при этом я его поймал. Я гиперсферой не смог поймать релаксозаврусу. Блин, что это за бред? Что они сделали с пачкой? Ой, я считаю, что-то немножко здесь и как-то не забланшаю нормально. Так, пирожное. Две штучки могу сделать. Поставил краб. Так, я скидываю тогда мёд, кстати, тоже. Александр, три минуты до яиц. Давай, можешь поспать? Да, можно. Я, к сожалению, лезу на стену. Вместо того, чтобы спать. Понимаем. Может, на стене есть желание. Я так понимаю, пал с веры в руке теперь со мной до самого конца будет победа. Да, 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 да. Ну что, никто не готовит пирожные? Баранчик пошёл готовить. Нормально. Так что, кинг пингов будем бредить первыми? Ну, думаю, да. Или, может, кого-то нового пробуем сделать. Мне кажется, есть смысл в инсераме с кем-то сбринять. Так, у тебя апнулся двадцатый? Нет, но близко. Блин, появилось седло для Пала Бранчеря. А я уже для Деносона сделал. Гигасфера открывается. А Бранчеря это кто? Это, ну, большая танковая зелёная штука. У меня тут только что труп покемона улетает в космос почему-то. Хоррор, блин. Он всё ещё летит. Очень интересное зрелище. Блин, потом откроется террасфера красная. Вот это да. Пистолет открывается на тридцатом уровне, понимаешь? А уже есть у него чертёж. Тяжело. Да. Причём я его куда-то выложил. ХЗ куда? Наверное. На второй базе. Так, пастбище свиданий построено. А где ты его на той же базе построил? А, на второй я построил. Подождя, а как пирожное положить сюда? А, вот сюда в сундук надо, да. Оу, нифига тут. Бредильно. Можешь найти меня? Да. У тебя полотка здоровья над головой расстройщика. Ну так не интересно. Александр, яйца доставай, я свои положу. Сейчас подожди, можно раздеться. Что-то тортики готовят миллиард лет. Значит 25% ещё не готово. У нас простая как будто бы ситуация. Как будто бы да. Виксен появился. Невротик. Тяжело. Невротик? Точно? Да. О, у меня, кажется, два. Два теперь невротика. Так, я большие тоже кладу ледяное. И... Помойное, наверное, да? Отлично. Огненное два часа вылупляется. Вот, ледяному очень комфортно, а огненному холодно. Ё-моё. Походу, ледяным нужно холод, а огненным наоборот тепло. Ну да. Удзу... Ой-ой-ой, мамма миа. У него, у Виктано, третий уровень крафтинга, второй уровень разжигания огня. И второй уровень транспортировки. Плюсарное место вот этого вот киломари бесполезного. Плюс ко всему, он еще мне попался с трейтом мастеровитой скорость работы 50. Гринтейл что здесь делает, простите. Все, это на секундочку было. О, это... Это получается лиса, как из покемонов. Жесть, она прикольная. Виксон. Где она? Она крафтит стрелы для меня. Побежала яйцо нести. Как она несет. Не, классная, классная. Лисовая. Ооо, так это прям чапкательный элемент какой-то. Да, это из покемонов чисто слезали из оригинальных. А, я не понимаю, что она покрафтила три стрелы и побежала транспортировать. Блин, нужно реально назначать выжило. Приоритет какой-то. А, это та самая, которая не бройтик, да? А, это стрейтом мастеровитой, у которой скорость работы 50. Ничего себе, она стрелы крафтит быстро. Убегает пацан, иди сюда. Блин, а что такое 4 открыть меню? О, жижа сфера, кстати, могу делать. Так она дешевая. Железо надо, Александр, миллиарды просто. Угу. Ну да, надо. Офигеть, реально. Даже у нее такой большой уровень, и она все равно так долго крафтит пирожное. Жесть. Пирожное прям, вздолбаемся, чувствую, делается. Ну, я так понимаю, это типа закинул и ушел как бы, да? И она там крафтится. Ну да. Она только что подбежала, как тердин, который лес рубил, и нагла факел там рядом с ним. Ну. Нормально. Ну, баран лес рубит. Зачем? Мне очень понятно. Ну, ты подсказываешь, что да, нужно идти железо фармить. По боссам пробежаться. А, я узнаю пещеру 19 уровня. Сходим? Давай. У меня стрел бы только. Еще немножко стрел надо сделать. О, да. И мне тоже. Возьми там сразу на всех. Да тут 300 в крафте стоит, просто не крафтит никто. Ну вот, может закинуть. Может эту Виксон взять на руки и закинуть ее прямо. Может она будет работать? Да. Я так делаю с кингпинами. Когда мне нужно их что-то. У нас 11 меда, кстати, еще есть. Нормально. Делать мед, пить сок. Так, а для чего мне нужна была жидкость? А, помнил, беру. Отлично. Тут пингвинчик крафт пострелы. Угу. Я голоден. Что я могу съесть? Ягодки есть. Корпера должна быть готова. Я так понял, как можно... ну ты понял, как навыки менять? В плане упала? Да. Ну, на левый клик можно выбрать подходящий, на правый убрать. Ну вот, да. И все. Я не открываю какой-то новый и все. Ну, а кто лучше? Водяной выстрел или акваджет? А, они точно открывают новые, если улегчо занято? Да. Он у меня только что дамбы открыл новый. Окей, тогда я им выставлю все-таки по три навыка, а то они задолбали меня. О, у меня релаксаврус, кстати. Зачем он мне нужен? Непонятно. Кстати, а я могу семенной пулемет изучить своему гайнеру? Мне кажется, имеет смысл. Так я же сказал изучить. А как его используют? Подожди, как его используют? Правой кнопкой мыши выбираю гайнер, а после этого назначать его навык. А-а-а, слушай. И у тебя, получается, будет два пулемета. Да. Интересно, а здесь есть став бонус? Что, ты имеешь ввиду элементный? Или магнишский? Да, когда покемон того же типа, что и атака, урон увеличивается. А, ну это хороший вопрос. Ибо я КЗМ. А тут, кстати, у меня горняк второго уровня тоже имеется. Горняк. Пухляш. Да, в смысле пухляш. Ну, а Билка так называет. О, щи. Неплохо. Пухляш. Можно оседлать, чтобы передвигаться по земле. Это у Гринтейла есть точно. Кошачий пресс. Уникальное умение пал Гринтейл. Нахально улыбаясь, подпрыгивает вверх и расплючит врага своим весом. Пухляш. Ну так-то. Неплохо. Пухляш. 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 Да, давай. Сейчас я думаю, главное взять последним слотом с себя. Ты находил грубое яйцо? Нет. Я нашел грубое яйцо, то есть не наобученная манера каким-либо. О, хорошо. Так, я лечу, в общем. Так, сейчас, стрел. А ты знаешь, куда лететь-то? Нет, так я жду, пока ты... Ладно, пойдем на стрелы, ладно, лечу. Так, а у меня чё? Сейчас починю быстренько, снарягу. Но у меня стрел, кстати, двадцать восемь. Ну у меня примерно столько же, Александр. О, у нас много кожи, наконец-то, стало. Да, так я закупил его торговцы. Так, лечу... По-моему, вот сюда надо было. Раз уж я тоже летел на базу. Ага, и тут сразу браконьеры, блин. Нет, нельзя браконьеры. Ну-ка. О, хорош. Да, семенной пулемет хороший навык, мне нравится. Ну и как, отходит он назад ради того, чтобы... Нет, он прям в упорных плебальных наплевал. Господину браконьеру. Ты... А, слушай. Чё? Чё? Я могу делать редкий арбалет теперь. Не особый, а редкий. Как тебе такое? Клоуком. Ты пащешься на меня? Декстрел и карч. А, надо пащиться. Декстрел нет. Так у меня тоже нету, забей, покемоны будут атаковать. Пока будем ходить, стрелы за нас покрафтят как раз. Стрелы нужны больше, чтобы ловить они, чтобы атаковать. Так. Серебряный колючий нужен. Ну давай. Где ты? У тебя есть серебряный? Нет. А где он нужен? Ну тут сундук где-то рядом стоял. Ладно, ну везу. Подо мной. Бегу, бегу, бегу. А, всё вижу, вижу, вижу. Пук, пук, пук. Ну, чел. Чертеж украшения с перьями один. Ясно, уже было. А, я так понимаю, подчертежу, наверное, только один раз можно крафтить и он исчезает. О, ещё какая-то пещера. Я ещё не эту находил. Ну-ка, чё тут? А, 19 уровня тоже. Пойдём? Пойдём. А, может я и эту находил, кстати. Когда будет моё седло для Деносома? Есть информация. Зачем? Зачем, действительно. Ну, а у тебя Деносом есть, Пати? Да. Ммм. Тогда с крафтим. О, нифига, у меня как пролагаловёстка просто. Да-да-да. Я тоже читал. Чё тут в пещере? Этих доедрима будем бить? Или всех с ними? Не знаю, наверное, это опыт. Теория. Жизнь, у тебя слон здоровенный. Да я тебе говорил, это как маморец, практически. У нас сфер, кстати, нет толком. У меня прям вообще жёстко лагает. Я удивляюсь, что происходит. Тяжёлая какая-то сфера. По-моему, мастеровитый Деносом, кстати, поймался. Так. Так, чё, идём налево всегда? Угу. Угу. У меня прям дежави, как будто бы где-то мы это уже видели. Угу. Угу. Но если здесь будут опять дейдримы и мао, то мне кажется, смысла мало от того, чтобы с ними водиться. Ну да, будут опять дейдримы. Да. Тефан тупо под воду подгрузился. Подгрузился часто. Погрузился, да, как субмарина. Он же не жёлтый. Ну, не ел субмарин, конечно. Ну, как сказать, смотри. Практически. Что у нас в пещере браконьеры-новички? Угу. 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 Хахахахахахахах . Когнитно непрощает просто. Почему с дейдримом дерётся? Есть информация по данному вопросу? Неинтересно. Это что топик или как? Не не знаю. Смотрим. Любитель водных игр как будто бы топик. дайдрим агрессивный тут кстати ну кое драконе древе и чем сделал ничего как будто бы умер для грустно не страшно сюда и дрема особо не нужны опыт но кстати учитывая что на них не соперениях может имеет смысл 10 до и дремов объединить в более голода и дрема машину с лошадиником нормально будет наваливать и они ситуативные типа ловить покемонов с ними в таком слева идем они направо александр щеки пики съел яйцо кстати то есть ты видишь то что он использует предмет даже чисто каннибализм атаковал круг молодец дайдримов прям невероятное количество просто мой хп у дайдрима они все равно вырывается ой какой качрейт блин это еще до статую пау постоянно вкачиваешь как так можно семенная бомба кстати я случайно вместо дракончиков дал брони черри с собой я нашел свирепого дайдрима вот свирепый наверное это тот который больше всего атаки наносит думаешь но я не знаю что значит свирепый это просто плюс атака без минус работа возможно но это типа максимальный рейд имеется в виду по паучка александр раку и серу ща подожди я этих браконьеров развозу браконьеров покемоны разводят тогда я рисую на покемоне александр добывай серу правда я железо добываю серу это какая-то богатая железная руда как будто прямо ну то есть много с одного камня выпало это пауза ему точно нужен ну как будто бы он не помешает тем более он быстро фармится так это тупик я так понимаю да как будто кэш волчок побыстрее опа я какой пудлер да не попал по нему он умер что-то с одного удара смотри на браконьера так нормально чисто жря джери его а вон вижу пудлера еще одного ну что ты делаешь зачем нет такого покемона ну блин я волчком его убил а ты его динозавром атакуешь ну-ка так идем дальше получается так что там за комнатка это не та же где мы уже были вот тут мау опять блин лабиринты нереальные конечно ладно пофиг пойдем на лево пока вот тут босс вот сюда нам надо тут три босса почему-то но босс наверно из них только один 17 уровня кстати босс м я как будто забагался покемон а до меня атакуешь понятно да вы серьезно почему меня что-то атакует вы даже не вижу я умер из-за чего ну тут реально как будто слишком много агро идет на забрать забрать и заберись брони черри забрал ща ловить будем мужикам давай кидай а где он да его не вижу а вот он 35 процентов кстати ну конечно гигасферой блять 17 уровень да поймался детальку далее невротик опять зачем нам столько невротиков у нас просто слишком спокойно вот суета наводится чё пойдем с ночками арбалета опять не хватало киртежку уже три перья можно скрафте то есть тебя дают только перья мне арбалета да очень интересно непонятно казалось бы можно они так можно как будто быстрее бегает есть смысл пойти буси забрать буси 23 левела нас 17 убивает а мы его тоже убиваем так а я в правильную сторону бегу вроде да вы блин издеваетесь да ну ясно я ванвер может напали бьет опять не пойми откуда прилетает просто снаряд и убивает меня вот челы просто за горой стоят Как-то надо защиту повышать, Александр, а как-то непонятно. Надо. О, когнителенный холд. А ты далеко? Ты можешь меня резнуть? Блин, ну ты, только когда я его лукману поймаю. Ну, я сейчас умру, Александр, 70 секунд. 70 секунд, это еще нормально. Это мало. Ты ползи в мою сторону. А я не знаю, где эта карта-то не открывается. Так я тебя вижу, значит ты меня тоже должен. Нет, я тебя не вижу. Да, ты посмотри во все стороны хорошо. Ну ты все равно не вижу. Ты сейчас не видишь? Не вижу. Ну я тебя вижу. Я вижу только Найтвинга своего. Блин, я приполз к покемону враческому, ползу обратно, пожилой. Ну че, ты резишь или че? Да, мне 30 секунд осталось. И главное нервничать. Все будет хорошо. О, я тебя вижу теперь. Не очень понятно, как вообще танчить покемоном, если врагов несколько. Если один, вроде нормально. На него покемона кидаешь и типа пойдет, да? Ну вот если несколько, то вас все утяжеляется сразу. А, телепорт кстати рядом был, так что можно было и не резать. Ну ладно. Так, а че мы хотим? Мы хотим на бусе напасть, да? Ну, нужно подчиниться сначала наверно, потому что там как данжен, типа. Там данжен? Окей. Ну нужно будет зайти внутрь, портал, седела. Когда портал, мне почему-то я вспоминаю пинкинга, мне сразу кажется, там покупки дадут неплохо так. Тем деталям нет. Питал вообще 0. Да, это есть, имеет место быть. Древние детали у тебя есть? Нет. Блин. Но можно было бы уже это эссенция. Я забрал два пироженых, если чем. Они 20 минут портятся. Питатель на 656 отсюда 82. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Банцанабусит? Яек, может, вынтягив core, за сбродить тогда. Пойти поспать, потом за сбродить. Там яйца еще проделываться будут ещёktно сколько. Ладно. Тпшимся. Тут когниты бегают. Так, а где босс там? Там, да? Да. Наверное, я правда не поменял бронечерри на дракончика. Дракончика? Ну да ладно. 23 уровня. Фу, поехали. Ну, по десятке наносит ей. Из пистолета-пулемета. Угу. Ничего себе. Нормально еще было сейчас. Да, она, в принципе, ответит сейчас. Как будто, да. А где у нее... В голове у нее нету видимости, как будто бы. Как будто бы дано. Не, у нее в голове сзади точно есть. Я вот сейчас спину скринул. Крит вылетел. Да, сзади в голове уязвимость. А тут нет малышей, так что просто как будто бы. Ну, кое сколько нанесут. Промазал, дам удар. Угу. Удачи в колонну пострелять. Угу. И дано в ТПС. Прикольно. Да. так что скоро уже ловить надо будет как будто прячем покемонов давай александр прячем покемонов я кинула толку она исчезла существует но я не кидаю покебола у меня не появляется надпись только для тебя существует по ходу очень интересно александр смысле убил она не убита у меня было не что твой слона и убил не она у меня не убит я ее поймал ты ее убил а потом покебол поймал но это играть вот смотри на сейчас написали что мой когнит а получил навык силовая бомба а я его не могу выбрать почему-то нажимаешь на когнит и там нету тут в списке и на такое уже не в первый раз постоянно такая фигня мне когда сказали что он выучил клоник типо ясно непонятно как это работает как-то грустненько что я уже много раз видел что не дают навык покемоны и он не появляется просто это баги как будто бы он через час воскресенье кстати чё он умеет так чел смотрел уже такая какая посмотреть нужно наверно сначала в базу эти ну конечно меня постреляю меня вон верма поймал лидер леса заготовок я не знаю что ты не прячешь покемона ну да ты его спрятал поэтому он убил да кстати стартая паула тут прям возьмем еще тут и сердце такое интересно вот по нему червячки плавали вописи червячки листы у которых босс был червячок у нас недавно так она посмотреть что там на арбалет нужно на крутой у меня тут телепорт был ну что-то не хочет сблокироваться ну смотри почти всего хватает осталось только 30 металлических только есть уже порох который делается из угля и серы есть мушкет ну у тебя много угля и сера так уголь он на изи крафтится в огнильне а серу можно добыть учитывая что мы знаем где она находится один слот и там довольно мало древесного угля может быть ягично ну серы то где серы нет ну а в каком месте она была понятия не имею так а чё нужно для оружейной мастерской ну тоже слитков надо короче железо надо прям дофига не подожди а сколько улучшенный наносит блин непонятно в том-то и дело ну а обычного так от 280 ты можешь подойти к воркбенчу и посмотреть сколько наносит улучшенный арбалет а потом разблокировать у себя мушкет не написано сколько он наносит а нет нет не написано надо делать ну не написано на нем может на обычный посмотреть короче нам нужно еще одну плавильню наверное еще железо возможно имеет смысл даже сделать плавильню на другой базе потому что там нет добычи дерева и бараны не будут отбалбить дерево будут поплавить как ты думаешь нормальная тема думаю да да просто этих баранов нужно насильно кидать на плавильню и все это сложно так я пенкингов пойду на бридинг отнесу бридинг это хорошо так где тут бридинг наверно надо высадить их в базу но о бусе у него типа два плавильня и три в добыче леса нормально вроде но у него прикольно у него есть все как у него есть огонь лед и трава в бою так сказать как будто бы после активации направляется к выбранному врагу и атакует его мощным навыкам вот ты работа я посадил пенкинга в бридинг и у него написано работа все пошли бредиться работа происходит работа 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 это паровый слава любыми друг другу написано хорошо хорошо довольны такие еще ходят а не довольны только один кстати второй недовольный недоволен работой да грустно так чё тут плавильню надо построить еще одну дэм репутцы плавиль камня нужно много и помидворные органы на плавильных органах вроде как есть на первой байсе да неудобно что ресурсы не распределяются по всем базам сразу да и это есть такое кстати я думаю нам надо много тортиков поставить в продактинг да молоко нужно так блин надо крафтить и ой крафтить идти железо добывать прям жестко жестко да надо прям много железа очень много палладиум кстати тоже заберу а мне не хватает так так есть смысл тебе крафтить седло для доносума да 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 или нет есть конечно ты будешь вместе с собаки на нем катать ну не уверен но все равно это прикольная тема возможно в перспективе буду пока собака быстрее ну вот я и говорю то есть типа есть ли смысл двух седовых по ну слушай есть смысл собаку убрать потому что слот занимает она же бесполезная в драке вообще ну вот это да да она конечно быстрее но нужно короче 20 металлических сливков я хочу просто еще для ван вирме если буду скрятить блин он даже 25 и опер на театре довольно много ну кстати мне нравится и этот птиц ну не знаю ван вирме может и покруче я с ван вирме не бегаю у меня нет боевыми навыками ван вирме какого-то надо как будто наловить их да надо надо так ну ладно Иго тогда добывай железо жестко я тут камень добываю чтоб печку еще одну построить ну железо тоже падает немножко я перегружен я разбитие я разбитие так так встроим печку очень голоден а что сожрать можно точно пойду молоко сожру прямо вместе с бутылкой да жесть Пожалуй, 50 можно приготовить. А, нет, я их не подобрал. Что я подобрал? У меня так молоко чисто. Да, молоко тяжёлое, кстати. Александр, кстати, яйца тяжёлые тоже. Ну, да. Так ты их потрогал руками и всё, и уже выложить можно. Нормально. Так. А сделай, наверное, сундучки где-то. Где-то клад будем делать? В доме? Сделай, наверное, в доме немного сундучков для камней. На второй базе? Да. Нужно камни перетащить. Хотя, не, наверное, камни лучше прямо возле телепорта, да? Я не уверен. Я думаю, всё, что тяжёлое, нужно рядом с телепортом держать где-то. Что там происходит такое? Ну-ка. Тут муморец закоцанный прям очень. Может напасть на него? Ну, может попробуем. Попробуем. Ну, он какой уровень? Если он тридцат, то... Тридцат пятого. Тридцат пятого. Или всё, ничего не несёт. Нормально, нормально. Шанс поймать ноль, понимаю. Он просто отбивает обычную сферу. Ага, шанс поймать 2% большой сферой. А жёлтой у нас с собой нет, блин. Не, я нормально наношу, по 9. Тут просто 2 мамореста дерутся друг с другом. Ну, 2% шанс поймать, наверное, не получится, да? В общем, он умер. Что-то пофиг. 2 мамореста подрались. С него упало 3 кожи, кстати. С 1 мамореста. Маморест умер. 2 есть, но он половый почти. Блин, пинкинги. О, яйцо пинкинги снесли. Что там ещё один пинкинг? Большое влажное яйцо, ну да. Так, а что они второе делают, что ли уже? Ну, они один тортик сожрали, может их убирать отсюда уже? Тортики, да, думаю. Еле. Ну, я убираю пинкингов, чтобы они больше не жрали тортики. То есть яйцо теперь ещё нужно вылупить? Да, вылупить надо. Опять. Что, это большое влажное яйцо, да? Да, большое влажное. Так, подожди, а... Ща, я хочу построить... Инкубатор тоже. Ткань нужна и детали. Понял. Да, подожди. Можно как-то... Как будто бы нельзя, да? Игра издевается надо мной Что еще можно построить? Почему я не могу это сделать? Потому что там крыша находится Ой. Арсок от лунивый от работы. У тебя кабан? Ой, каран. Баран. Кабан у меня. Побей кабана. Лежь из-за пички, я не пойму. Тай, тёмая. Выкинул сферу. Во, это из-за печки было. Понимаю. Тут фундамент, да. Да, крыша. Как, блин, инстинерам нажарил единиц 331 стуков. Да. Что, кого еще забридить хотим? Да, это рандомных получается. Ну, вот мне кажется, здесь лучше всё-таки в бридинг-калькулятор обратиться и навредить тех, кого именно надо. Думаешь, так? Ну, это бы эффективнее будет. Да-а-а. О, ты там вроде недавно про Мин Максин говорил. Хе-хе-хе-хе. Тяжело. О чем? А где у нас занят-то? Что тебе следующее нужно? Седло для Диноссома или седло для Ван Вирма? А-а-а. Ну, тут сложный вопрос. Я думаю, для Диноссома. А-а-а. Тут еще слипко будет пофарнить, блучка будет. Отлично. Построй, короче, несколько складов на второй базе. Обычно. А то железное жалко ставить. Так, я не понял, а где 300 стрел? Где 300 стрел? Так, хорошо. В сундуках. Где-то в сундуках. Да, есть. Да, есть. Ну, е-мое. Ну, хотя бы половина. А, случайно. Нормально. Так, я беру две детальки. И ткани. Построить инкубатор на второй базе. Грубое яйцо, это типа каменное. Прикольно. Ничего себе, тут высадил. На, он поливает хорошо. Так, а что у меня тут новенького было? Ван Вирм лидер леса заготовок. Серфент невротик. Пловец морей, кстати. Интересно, что это такое. О, мастеровита да и дрима. Да, 쵯нец. Загавливаем этот циркул. Ну,izada. Чтобы не засадиться, только я розлачаю... Промочки. Прirdi Знаем. �обы, separates us, Изобили. Интересно, кто-то диア Госплата. Эээ, ладно, я иду тогда пармить железо. А, ну сначала эти поставить в сундуки. Кого мне взять вместо... Ну, нет, стоп, вместо Дейхаула, получается, да? Нет, Диноссума, если ты будешь на него... Ты мне так и не ответил, на кого сундук ракет, если... На Диноссум у меня уже есть, я взял вместо этого брони черри. Броне черри. Так, а где ставить сундуки? Прямо внутри здания? Ну, сколько там внутри здания, сколько там, наверное, возле печки можно... Просто, мне кажется, эти покемоны, они будут вечно идти в здание заходить, возможно, какие-то проблемы с этим возникнут. Да не будут они в здание заходить, мы будем складывать туда. А, они куда будут складывать. Да, идут куда-нибудь. Тут камень нужен у меня, камень. Слушай, у Лангерма нормальные атаки, да. Да. Блин, мне нужно было дерево отметить на карте, где это дерево, которое киллы выдают. Да там далеко. Там тяжело. Ну, понятно. Скиллы просто так с неба не свалятся. Ну, короче, пока как-то так, наверное. Драконья кровь. Понимаю. Угу. Тяжело. А, я молочко принес. Молочко это хорошо. Всё, я построил везде сундуки. Пять тортиков делаю. Посмотри, кто там нам нужен, кого вредить хотим. Ну, хороший вопрос. Поставил в крафт 6 гигасфер. Мегасферы. На железо всё слил, Маник, наверное, да? Ну, слушай, 93 очка технологии. Вот я не вижу, чтобы что-то стоило больше трёх очков. У меня 16, если чё. Я качаю только левую ветку. Ну да, у меня просто, видимо, качать здесь, особо нечего здесь одни наборы. Ну да, а ты не качаешь наборы? Ну, а тебе нужен набор антикварных стульев? Ну, почему бы и нет? Или набор антикварных столов? А для чего? Намагу набор декоративных настенных растений. Седло для Пала Гринтейл есть. Перчатки для Пала Джолдхоук, Крингер. Мега пистолет Гарфун. Короче, надо железо. Железо, железо, ещё раз железо. Да. Так, а я могу построить... Тут, кстати, я могу для Бранчери сделать седло, либо для Деносома. Ну, вот я и не уверен, как будто бы Деносом круче дерётся, чем Бранчерио. Тебе так не кажется? Ну, я не знаю, я Бранчерио как танка использую. У меня дохранище хп. Ну да, но Деносом, типа, атаки у него интереснее. У Бранчерио вот этот таран странный очень. Бачком? Да, да, да. У меня реально такое ощущение, как будто у меня что-то забагалось, и я не вижу навыков от своих покемонов новых. Ну, странно, когда у меня кто-то изучит новый навык, я смотрю. Ну, у меня просто много раз было надпись, что типа там... Оп. Новый навык, я посмотрю, у него ничего нет. Ранч. Это бы странно. Можно как-то, наверное, загуглить, посмотреть. Ну-ка, вот... Когнито, да? Сейчас загуглим когнито навыки. Попробуем. Блин, тяжело. Когнито. Он отлетел, да, но... Переподключился. Ну, то есть, видимо, с этим что-то... С интернетом было? У меня нет кнопки присоединиться к игре, но давай перезайду. Ситуация как будто бы не из простых. Как будто бы да... Как будто бы да... Как будто бы да... Так, теперь могу присоединиться. Сейчас. Интересно, конечно. Ну, походу, интернет микро отвалился. Микро отвалится. Микро отвалится. Микро отвал. Чисто. Когда чё-то качал, например, бывало? Я вот подумал, что всё напали. Что? Я говорю, я подумал, что всё напали на Москву. Микрофалки-то из-за хром. Ну всё так и есть. А Мума, это что такое, простите? Почему Катива светится? В смысле? Она лежит и светится тут. Баконахайни, наверное, нет? Он уже обычно не светится. А, да, я вижу. Ну, так, наверное, это Шайни покемоны. Шайни, они светятся же когда-то. Ну, она должна светить, когда она дикая, а не просто так, понимаешь? Ну, видимо, когда она засыпает, она становится дикой. У неё дикий сон. Видимо, у кого-то баги. Александр, я добрал все шесть гигасфер. Грустно. Тебе три выдать? Да, было бы неплохо. А ты где? Я фармливаю древние детали. Древние детали, как будто бы не так важны сейчас, как железо. Ну, вот и совместно с железом. Нападение. Изнывающие детали. Еще блин. Ай, боже. Это где, простите? Ага, вижу, бегут. Так, а я нахожусь не рядом, соответственно. Эм... Это лавандеры, короче, какие-то покемончики. А можно они будут драться с ганером моим, нет? Я лечу. Ну, слушай, они довольно жесткие, как будто бы. Да. Если я не ошибаюсь, эти лавандеры могут хилить. Вот. Ну, пока что они плюются ядовитыми шарами в меня. Че-то мне кажется, мне уже позвонили, и, кажется, мы заканчиваем на этом. Ой, ща, я пока что оставлюсь. Да е-мое. Так, ну, одного я поймал лавандера. Парочку как-будто бы убил. Не узнавающе от любви поклонницы. Так, все, хватит. Поймал двух. Так, че не умеют? Иссушение сердца. Ты поймал, да? Да. Они хилят себя и тебя. Сторожаясь здесь с игроком, поглощая часть вносимого урона, накладывает на себя и игрока эффект кражи жизни. Да-да-да, вот я про это говорил. Ну, это звучит интересно. Это звучит как вампирик, да? Ладно, в общем, там такие дела есть, если че, заканчиваем потихонечку. Хорошо. Так. А где альги и госфера? Я хочу ее подержать в лапке. Слушайте, в сундучке. Ну, слушай, она прикольная вроде. Блин, а в каком мыс? На второй какой-то базе или где-нибудь? Нет, на этой. Странно. О, как раз мальчик с девочкой. Можно наплорить лавандеров, как думаешь? Что-то их тут нет. Это хорошо, мальчик с девочкой. Ну, вот в этом, вот в этом, в самом ближнем. Плохо. Я не увидел. Пурпурный брабус. Так, ну, у меня есть еще опять слитка. Тебя, короче, выкидываю. Ну, все, я... Окей. Откисаем потихонечку. Девять деталей есть. Детали... нам железо нужно, Александр. Девять деталей, а? Шесть железо есть. Шесть железо, это замечательно. Нам нужно шестьсот шестьдесят шесть. Ого. Неплохое. Все, ты все сделал? Да, я уже вышел. Отлично. Ну, неплохо, неплохо. Наконец-то какие-то сильные братаны начинают появляться. Обрастание происходит. Вот лавандеров нужно реально... Ого, нифига мне написало тут. UOP Net Connection Handle Socket. Resume 10 to fail with Yera 33. Connection will be closed during next tick. Так что да. Тяжело. Тяжелые ситуации, да, у покемончиков. Стрелы еще. Ладно, давайте до следующего раза. Ого. Да. Тау.